Добрый день! В эфире Явунг ТВ. С нами на прямой связи политолог профессор Тамара Семеновна Кузенкова. Тамара Семеновна, спасибо, что вышли с нами на связь. У нас к вам несколько вопросов, которые хотели бы сегодня вам задать. Первый вопрос. Мы с вами встречались в прошлом году и в интервью вы сказали, что мы находимся в стадии геополитического перехода и предвидели серьезные пертурбации в 2022 году. Военное столкновение России с Украиной вписывается в то, о чем вы говорили тогда? Вы знаете, поверьте мне, что когда я говорила о тех сложностях, которые нас ждут в самое ближайшее время, и в частности в 2022 году, я, конечно, ни при каких обстоятельствах не имела в виду это трагическое, по сути дела, событие на постсоветском пространстве. Хотя было понятно, что ситуация ухудшается, что она приобретает токсичный характер и что все равно так или иначе она должна разрешиться. До самого последнего времени была, конечно, надежда, что это урегулируется, если не дипломатическим, то, по крайней мере, политическим путем. До самого последнего времени еще возлагались какие-то все более и более призрачные надежды на минские соглашения и формат минских переговоров. Но, вы видите, так получилось, что это не состоялось. И в этом смысле, конечно, истинные причины этой спецоперации и вообще всех тех событий, которые сейчас происходят между Украиной и Россией, это, конечно, в значительной степени вызвано обстоятельствами и причинами, которые мы с вами, обычные граждане, конечно, даже не представляем масштаб этих опасностей и тех причин, которые вызвали к жизни вот эти события. Поэтому, знаете, это, как всегда, даже пессимистические иногда настроения оказываются гораздо менее драматичными, чем реальные события в мире. Но, тем не менее, мы действительно живем с вами в такое неспокойное время, в настолько нестабильной ситуации, что локальные конфликты могут возникнуть в любой момент, в любой точке мира. И, к сожалению, вот сейчас с нами происходит именно это. Несмотря на победы на поле боя, есть мнение, что Россия проигрывает в информационной войне с Западом. Так ли это? Ну, вы знаете, я не буду отрицать тот факт, что, конечно, информационная политика России, в настоящее время. Ну, она, наверное, как-то асимметрична несколько тому, что происходит на Западе. Но это тоже совершенно не случайная история, и она не сегодня возникла. Дело в том, что на протяжении уже довольно длительного времени все-таки такую информационную и психологическую повестку дня в значительной степени формирует Запад. И мы с вами ведь это понимаем не только в связи с украинскими событиями. Давайте мы с вами вспомним историю с Югославией, да, когда Западу было выгодно замалчивать эту проблему, не поднимать на щит, так сказать, те гуманитарные проблемы, которые были вызваны операцией НАТО. И это мировым сообществом, или так называемым мировым сообществом, действительно замалчивалось и не обсуждалось. Возникла история с признанием Косова, и мы видим, что на международных площадках дискуссия по этому поводу была практически сведена на нет. То есть западные страны категорически отказались эту тему поднимать на щит и обсуждать какие-то правовые или неправовые аспекты, а они сказали, что вот это так и все. Поэтому в этом смысле мы, конечно, наверное, несколько запаздываем. Но, знаете, здесь есть еще одна вещь, и она связана действительно со спецификой тех событий, которые там происходят. Вот у меня все-таки складывается такое впечатление, что мы с вами еще очень многого не знаем, и то, что еще не озвучивается, и то, что, знаете, не красит совершенно политику Запада по отношению и к России, и ее участия в этом конфликте, а то, что Запад так или иначе спровоцировал эту ситуацию, это абсолютно однозначно, это совершенно понятно. Вот, знаете, мне все-таки складывается такое впечатление, что, ну, России пришлось разгребать те Афгеевы конюшни, которые, по сути дела, должен был разгребать Запад. Так как Украина является для коллективного Запада таким, знаете, ну, не то чтобы балованным дитя, но, по крайней мере, неким объектом, с которым она, по сути дела, так сказать, нянчится по вполне понятным причинам, и именно Запад, имея, в общем, более или менее хорошее отношение с украинским руководством и с Украиной, должны были, по сути дела, прекратить вот эту националистическую истерию, вот эту бандеризацию сознания и вход радикальных националистических, фактически профашистских элементов в структуры власти, а ведь они и, так сказать, и власть имеют в своих руках, и что самое страшное, в их руках очень большое количество оружия, которым они могут воспользоваться и пользуются сейчас вовсю, и еще будут пользоваться, потому что сейчас оно ходит по всей стране совершенно неконтролируемо. Запад вполне правовыми методами, политическими методами мог бы пресечь это, да, с помощью различного рода резолюций, тех же самых санкций или там политического какого-то консалтинга и так далее. Но Западу было выгодно разжигать это, выгодно было формировать вот такой политический климат на Украине. И теперь, когда это стало угрожать, по сути дела, национальной безопасности России, не мифической какой-то, да, не теоретической, а вполне конкретной, вот оказалась такая, да, достаточно такая серьезная, но тем не менее, по мнению нашего политического руководства, вполне адекватная реакция. Поэтому ситуация очень сложная, но вполне вероятно, что если бы этого не произошло, произошло бы что-то гораздо более худшее. Вот есть такое ощущение. А на ваш взгляд, есть ли предпосылки того, что Запад вступит в открытую конфронтацию военную с Россией, и может ли этот военный конфликт перерасти вообще в Третью мировую войну, как вы считаете? Ну, теоретически, абстрактно, конечно, все может быть. Потому что, знаете, сейчас время такое неспокойное, и мы сейчас живем с вами в эпоху так называемых нервных государств, вот у какого-нибудь государства или политической верхушки нервы, так сказать, расшалятся, и результаты могут быть самые непредсказуемые. Но по той конве, которую мы сейчас видим политической, по тем заявлениям, которые озвучивают западные политики, западное руководство таких ведущих стран, пока все-таки они намерены не развязывать так называемую Третью мировую войну, о которой в последнее время стали часто вообще произносить это словосочетание, и тем более, так сказать, не держать руку близко около кнопки ядерного, так сказать, оружия. Об этом говорил и Байден, который сказал, что Третьей мировой войны не будет. Об этом косвенно сказал и Борис Джонсон, когда Украина настойчиво начала просить их закрыть воздушное пространство над Украиной, на что Борис Джонсон сказал, что в этом случае мы просто-напросто тогда вступим в прямой конфликт с Россией, а мы этого не хотим. То есть все сейчас позиции, по крайней мере, большая часть позиций влиятельных политиков сводится к этому. Знаете, с одной стороны, они разжигают, по сути дела, такую общую международную негодование и протесты против России, с одной стороны, как бы вообще полностью отказывая в понимании стороны, российской стороны, а с другой стороны, они все-таки предпринимают попытки на политическое, не военное решение этой проблемы, окончательное, что, в общем-то, так сказать, говорит о том, что политические элиты понимают, что можно в этом смысле так далеко заиграться, что участниками этих событий будет уже не две стороны, а гораздо больше, а им этого, конечно же, не хочется. Ну, мы наблюдаем, что сейчас накладываются различные экономические санкции на Россию. Какие последствия будут иметь эти санкции для России и для всего мира в целом? Ну, сейчас точно, и, так сказать, до грамма, до рубля никто не сможет просчитать эти последствия. По этому поводу высказываются самые-самые противоречивые мнения и экспертные или там аналитические оценки, но мы с вами понимаем, что последствия будут, конечно, самые-самые тяжелые. И связано это с тем, что Россия, как бы она ни конфликтовала в таком политическом и идейном отношении с западом, с коллективным западом, какие бы противоречия между Россией и западными странами не существовали, она неотъемлемая часть мировой экономической системы. И, конечно же, эти связи уже настолько проникли в российскую экономику, что сейчас, конечно, разрывы довольно болезненные, особенно то, что связано с такими импортозависимыми сферами производства и отраслями. И, понимаете, тут еще такая история. С одной стороны, санкции направлены на ведущих политических лиц, которые, как Западу кажется, имеют прямое отношение к этим событиям, на ВПК, на какие-то такие значимые для военной отрасли промышленности. А с другой стороны, они направлены ведь и на простое население, для того, чтобы люди, обычные люди, почувствовали последствия этих санкций и таким образом подтолкнуть их на какие-то определенные реакции. И, конечно, начинают уходить какие-то компании с российского рынка. Но, знаете, здесь вот у нас не было таких, знаете, прецедентов в истории нашей страны. И поэтому просчитать точно этого нельзя. Но все равно санкции уже длятся с 2014 года. И уже определенный сценарий поведения компаний можно просчитать, потому что здесь нужно разделять две вещи. С одной стороны политика, а с другой стороны бизнес, который заинтересован в прибыли. И в этом смысле, конечно, такой экспортоориентированный бизнес, западный бизнес, он, конечно, в определенной степени находится в зависимости от политики. Вот они нарушают свои контрактные договоренности, они отзывают свои производства, они там приостанавливают те линии производственные, которые имеют место вот в России. Но мы должны здесь задать вопрос, до какой степени это надолго? И насколько это радикально? Будут ли какие-то послабления в этом отношении? Не найдутся ли какие-то способы восстановить в той или иной мере эти производства и эти взаимоотношения и эти цепочки? Это вопрос. Хотя, конечно, уже такого, как говорится, объема и такого характера взаимоотношений, наверное, долгое время еще не будет. И здесь еще одна вещь. Вот знаете, что-то прямо плохо, а что-то оказывается совсем по-другому. В частности, начали радикально расти цены на энергоносители, на газ и на нефть. Начали расти цены на какие-то редкоземельные металлы, на такого рода ресурсы. В чем Россия является практически уникальным обладателем этих ресурсов? Мы уж с вами знаем по поводу энергоносителей. И в этом смысле экономика, казалось бы, находится в таком положении, подвержена санкциям, с одной стороны, а с другой стороны растет цена энергоносителей. И в этом смысле цена на газ возрастает очень и очень значительно на ней. Поэтому, знаете, картина крайне неопределенная. По крайней мере, в данный момент она, безусловно, тяжелая. Но иногда бывают такие ситуации и в жизни отдельного человека, и в жизни, наверное, целых государств, когда приходится предпринимать какие-то болезненные меры для того, чтобы не случилось чего-то еще более худшего. Знаете, есть вот такая присказка, когда человек что-то теряет, и ему говорят, ну, это мелочи, значит, тебя уберегли от чего-то большего. И мы, так сказать, вот достоверно я вот не могу этого сказать, но те, та информация, которая до нас доходит из таких вполне вызывающих доверие источников, Соединенные Штаты Америки и Альянс НАТО готовил очень серьезные акции на территории Украины, пытаясь использовать ее в качестве такой серой зоны против России. И не исключено, что настоящую полную правду мы с вами не за горами, мы ее можем узнать. И она, конечно, может поломать все наши шаблоны тех, которые сейчас находятся в таком состоянии предельного, предельного, так сказать, негодования или волнения. В общем, все непросто и все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. На ваш взгляд, есть ли вероятность нового обострения ситуации на Южном Кавказе в связи с ситуацией на Украине? Вы знаете, это такая достаточно понятный вопрос, который, наверное, задаете не только вы мне, но и многие, и армянские эксперты, и друг другу задают. Это такая традиционный дистанциональный страх, опасение практически у всех постсоветских республик. Что бы ни происходило с Россией, все начинают на себя примерять вот эту рубашку опасности. Это было в значительной степени было и когда проходила серия этих цветных революций в целом ряде постсоветских государств, в Киргизии. Это было после событий августовской войны Южно-Осетинско-Грузинской. Тоже говорили о том, каким образом это может сказаться на территории Южного Кавказа. И, знаете, вот я бы не стала делать каких-то прямых аналогий и вот таких вот жестких связок между теми и событиями, и событиями на, и вообще жизнью на Южном Кавказе. Южный Кавказ — это в достаточной степени, конечно, связанный со всем миром, но достаточно самостоятельный регион, конечно же, со своими проблемами, со своим потенциалом и со своим уже опытом и негативным, и позитивным опытом взаимодействия, межгосударственного взаимодействия или, наоборот, конфликта. И поэтому очень многие вещи зависят от поведения самих людей в этих странах и от поведения и политики руководства этих стран. То есть если возобладает здравый смысл, если люди будут заинтересованы в преумножении таких позитивных тенденций, которые там худо-бедно как-то начинают немножко проясняться и прорастать, то тогда всё будет хорошо, не будет такой, знаете, прямой аналогии. И, кроме того, кто сказал, что в России всё плохо будет в самое ближайшее время, есть вполне, так сказать, серьёзные прогнозы о том, что это, безусловно, тяжёлая страница, будет пережита и будет перевёрнута, и будет другая жизнь, не менее интересная и, так сказать, наполненная всякими позитивными вещами. Поэтому, знаете, если чего-то начинаешь иногда очень сильно бояться, то эти страхи наконец-то вдруг могут и реализоваться. Вот не надо этого делать, нужно отказываться от такого сценария политического поведения. У вас есть свои планы, у вас свои есть перспективы, у вас есть свои заделы, и они должны реализовываться так, как считают правильным и нужным здравые политические силы в этом регионе. Вот в связи с этим вопрос. Как вы оцениваете перспективы переговоров между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России? И насколько мы близки к окончанию эпохи конфронтации между Арменией и Азербайджаном? Вы знаете, этот вопрос, он тоже животрепещущий, но я вам честно скажу, у меня нет рецепта и нет готового ответа на этот вопрос, который бы я могла вам показать и сказать, что вот да, вот это так и никак иначе. Я не Ванга, к сожалению, или к счастью, и не истинно в последней инстанции. И поэтому я бы сейчас воздержалась от каких-то таких, знаете, слишком очевидных и слишком простых ответов на этот вопрос. Я думаю, что в связи с теми событиями, которые мы сейчас с вами обсуждаем, конечно, участие России, может быть, будет менее активным в этом переговорном процессе. И я, конечно, убеждена в том, что и Запад не оставит в покое этот регион и будет предлагать свои посреднические услуги. Я знаю, что вот 15 декабря были переговоры между Пашиняном и Алиевым в Брюсселе. Вот Брюссель, который тоже претендует на роль переговорной площадки. Поэтому помимо России, желающих, так сказать, поучаствовать в разрешении этого конфликта, думаю, будет еще много. Но вместе с тем, знаете, здесь есть такой верный, мудрый, всем известный, но от этого неприходящий совет. Главное — не навредить. Не всегда нужно очень торопиться, не всегда нужно слишком медлить. Многие вещи приходят в тот момент, когда они должны прийти. Но мне кажется, что если процесс этот переговорный уже начался, если он пустил свои ростки, то сейчас нужно приложить все усилия, чтобы эти ростки прорастали, и он наполнялся важным смыслом и в конце концов дошел до своего логического завершения. Я очень надеюсь, что в политических кругах и Армении, и других южнокавказских стран не может быть никакой паники, не может быть никаких таких серьезных, так сказать, опасений. Хотя, конечно, например, Грузия в этой ситуации, наверное, тоже попытается воспользоваться этой ситуацией. Вот насколько нам известно, уже заговорили об очередном, так сказать, туре по попытке получить натовское или ЕСовское членство. Да, вот Украина настаивает на членстве в ЕС, и Грузия настаивает на членстве в ЕС. Но, знаете, вот на таких эмоциях, на таких, как говорится, экстраординарных, форс-мажорных событиях, конечно, с одной стороны, все может быть. Но на самом деле в Европейском Союзе сейчас такие серьезные проблемы, экономические, которые усугублены пандемией. И пандемия там что-то, так сказать, может быть, смикшировала, а что-то наоборот усугубила. Поэтому, знаете, брать на себя ответственность такую, да, и получать в свои руки такие проблемные, проблемных новых членов, не знаю, до какой степени европейские политики такие бесшабашные, что они могут решиться на это дело. Хотя, я еще раз повторяю, в наше неустойчивое время, в нашу эпоху нервных государств теоретически все может быть. Но все-таки мне кажется, что такие самые пессимистические, самые радикальные сценарии все-таки, наверное, останутся в головах, а не будут реализованы в действительности. Тамара Семеновна, большое спасибо за ваше время и за интересное интервью. Я с вами прощаюсь. И я всем-всем жителям Армении желаю хорошей погоды, хорошего настроения, несмотря ни на что, потому что это то, что помогает нам выжить и то, что помогает преодолеть наши трудности. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова